Это одна из самых страшных катастроф, которая случилась в Советском Союзе. 25 лет назад в Омске разбился самолет Ту-154. Заживо сгорели 170 человек. Правду не рассказали до сих пор. Самолет падает на полосу и разламывается на куски. Такие катастрофы чаще показывают в художественных фильмах. О том, что такое случается в действительности, лучше даже и не думать. Аэропорт Омска, октябрь 84-го, 5 утра. Единственный за всю ночь транзитный рейс Краснодар-Омск-Новосибирск. Идет на посадку самолет. Это был почему-то рано, он должен был сесть на еще 20 минут. Сотрудник аэропорта Владимир Шадрин идет по летному полю в сторону аэровокзала. Все, что будет дальше, случится на его глазах. Все вспоминалось, остыкнило аж ярко. Несколько прошло секунд, второй взрыв. Ладно, большой, аж видно через вокзал было. Удар где-то произошел вот в этом месте. Плоскость сложилась, шасси вылетело полностью к Луновску. И он развернул ее полностью почти под фюзеля. Выломало пол, вместе с крестами выпадали пассажиры. В этом октябре катастрофе исполнится ровно 25 лет. Это значит, мама и брат погибшей Людмилы Иваненко, как обычно, пойдут на кладбище. Когда она погибла, Людмиле было 30, у нее не 29. Женечке было 6. Таких, как Людмила, сгоревших заживо, было 170. Их семьи так и не получат внятных официальных ответов. Нам урные выдали? Да. А, хотите разбираться где-то, это уже нам было неинтересно. На вышке обязанности четко распределены. Кто-то отвечает за самолет, другие следят за полосой. Так было 25 лет назад, так же и сейчас. Вот и во Внуково, где работает наш герой-диспетчер, самолет ведут 4 небесных регулировщика. Вот Москва? Да. Вот по этому коридору все прилетают в Москву. Диспетчер Василий Огородников октябрьским утром 84-го, он вел переговоры с экипажем Ту-154. Его задача – направлять действия пилота вплоть до посадки. При этом Огородников не видит саму полосу. О том, что происходит на ней, докладывает другой человек, диспетчер старта Бородайнко. Андрей, полоса свободна? Молчок. Я еще раз спрашиваю, потому что секунды текут, надо отвечать быстро. Диспетчер Бородайнко ответил с третьего раза, и то как-то невнятно. Говорит, свободно. Все, я успел дать разрешение посадки. В это время ночная смена перед прибытием самолета чистила полосу. Вышли две машины, как их называют, с реактивным двигателем, чтобы убрать это обледенение. Следить за тем, чтобы посадка самолета не совпала с уборкой полосы, должен тот самый диспетчер Бородайнко. То, что он должен был выпускать технику, включить в табло, которое горит и у него, и у диспетчера посадки, и у меня. По статистике, больше всего аварий происходит именно на взлете и посадке. Именно из-за столкновения на полосе произошла самая крупная в истории человеческого авиакатастрофа. В 77-м году на Канарских островах взлетавший Боинг-747 врезался в Боинг, наполнявший руление на той же полосе. Погибло почти 600 человек. Самая страшная катастрофа в истории СССР произойдет, когда Ту-154 на полной скорости протаранит машину с керосином. А там полоса горела где-то полтора километра, горела полностью, потому что в каждой машине было где-то 8 тонн керосина. Когда через портушку в кабине выберется человек в обгоревшей летной форме, он будет спрашивать лишь одно, почему не предупредили. Я к нему навстречу. Командир, что случилось? Он опять объясняет, что полоса свободная, а на эти селены машины. А потом достанет пистолет и поклянется отомстить диспетчеру. Два раза запрашивали посадку на Макдарова. А их нет? Вот как это объяснить? Борис Степанов сейчас работает в аэропорту Новосибирск. А в то утро он уцелел, чтобы пережить самый страшный кошмар любого пилота. Все пассажиры его самолета погибли, а он выжил. Мы пытались открыть снаружи дверь, чтобы можно было проникнуть в самолет кого-то или вытащить, или те оттуда могли выползти, вылезти. Но мы не смогли этого сделать. Кроме пилота выжил только один пассажир и бортмеханик. Конечно, снились первое время. Снились. Страшные сны снились. Но как можно было не заметить гигантские машины на полосе? Неужели и правда диспетчер задремал из-за маленького ребенка? В газетах писали, что маленький ребенок, это все ложь. Он был просто крепко вытушен. У жены второго диспетчера своя версия. Вот Андрей, стартый диспетчер. К нему в такое-то время приехала метеоролог, молодая женщина. И они с ней спустились на нижний этаж и занимались любовью. Пьяный или заснувший диспетчер – страшное нарушение техники безопасности. Но даже с ним самолет можно было спасти, если бы экипаж вовремя заметил уборочные машины на полосе. Вот только на них не горели проблесковые маячки. Их то ли не включили, то ли вообще не было. Садимся. Включаем пары. Нормально будет. Парик включить. Что такое? Отвечивает что-то. Налево садись. Нормально. Малый газ. Что такое? Машина. Право, право, не право. Продолжение следует... Продолжение следует...